На концерт зарыто. У меня нет желания куда-то, если честно, прям идти тусить потом. Смысл? Я же не вижу смысла. Все, что в жизни нужно, это ты. И только ты. За пределами небес. Быть тобою или без. Не, я вам не сказала главное, что на улице лютый мороз. Мы в отрыве! Привет, мои хорошие, с вами Силя. Сегодня супер-мега-день. Знаете почему? Потому что 300 лет я не была на концерте. И сегодня прекрасная возможность у нас с Кристинкой появилась сходить на концерт Зары. А Зару я очень люблю. А Зару я очень люблю. Одну из ее песен. Где-то за пределами небес. Быть с тобою или без. Все решат за нас. Короче, я люблю эту песню, я буду кричать. Зара, Зара. Вот, Кристинка сейчас нас встречает. Будет все происходить у нас в Ростове. В Конгресс-холле. Любимый звонит. Контролирует все. Алло. Че, Заря? Заря, я тут снимаю влог. Я не скидываю тебя. Ни разу не скинула. Че ты начинаешь? Я влог снимаю и... Заря, я снимаю влог и говорю, что я иду на концерт Зары. Счастливая и радостная Кристинка меня где-то встречает. Еще я голодная. Еще я сегодня без машины. Я буду пить шампанское. Я буду отдыхать. Пока есть возможность. А, мама... Мама с малым, да. Малой с мамой. Вот. Влог снимаю. Камера включена, ты не позвоню. Вот. С Кристиной. Она меня ждет. Так, Кристиана сказала, что она выйдет к дороге. Но что-то ее нет. Кстати, посмотрите, как я приоделась. Мы сегодня целый день провели слинок. Были в магазине. Я нафоткала для вас кучу классных вещей. А ей так все нравилось. Она прям тоже со мной помогала мне. Вот. И это потом вечером я буду выкладывать, когда приду. Поэтому допоздна я гулять не буду. Она еще такая говорит, может вы куда-нибудь потом еще захотите? Я говорю, да куда? Если в дома никто не ждал. Да и даже, ну, как-то у меня нет желания куда-то, если честно, прям идти тусить потом. Смысл? Я же не вижу смысла. У меня работа любимая. Так, по-моему, это где-то здесь происходит. Люди собираются. Только Кристиан сказала выйдет, но я ее не вижу. Куда она решила выйти? Ищем. Я пришла. Крис, походу, зашла с какой-то другой дороги. Гордея на дороге. Я говорю, а я тут внутри. Ждем ее. Тут играет музыка. Я так боюсь, чтобы мой канал не заблокировали, ничего. Хотела показать, как я одета. Помните, я заказывала на гипюре такой классный, классный костюмчик. Вот он. С Клешем. С Клешем. И я надела свою курточку, накрасила красные губки. И моя любимая сумочка. Это просто олицетворение меня как блогера. Ждем Кристину. Крестик Нолик, это какой-то невероятный человек. Это ж куда-то она кушла, куда-то она забрела. Гляньте, какая он красивая. Клеша. Ты что, Клеша? Ты ж не тратил Клеша. Мне не нравится Клеша, я обожаю Клеша. Говорила не я. А что ты скрываешься от камеры? Я не понял. Не подскажи. Я смотрю у вас. О, смотрите. Не стесняетесь камеры? Нет. Я выступаю. Человек меня узнал. Супер. Так приятно. Не ожидала. Такая все стильная. Мне нравится, как вы волосы красили в серый цвет постоянно. Всякими разными средствами. Это было прикольно. Ой, спасибо. Приятно. Вы с цветами будете дарить Заре? Любите Зару, да? Я тоже люблю Зару. Но я не взяла цветы, я что-то даже не подумала. Вот молодец, внимательная. А ты что без цветов? Я могу вам дать цветы? У меня есть тюльпанчики. Да не, ну раз мы уже не пришли, то мы ее будем поцелуями и лучами задавливать. Можно с нами задавливать? Конечно, все, фоткаемся. Я тоже туфет. Ты что хочешь? Я тоже там хочу. Город встретил горох Η домохорошая красивая тема тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо за такой горячий, теплый прием, потому что мы живем вами. И каждая ваша реакция настолько нам, артистам, мне лично, очень дорогой. Низкий вам поклон. Спасибо! Только ты! Все, что в жизни нужно — это ты! Только ты! Только ты! Все мои надежды и мечты — это ты! Спасибо! 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 Спою где-то. Спою где-то или нет? Или в караоке придется идти самой петь? Самой петь, я тебе подпою. Я хочу петь, я хочу петь. Где-то? Нет! Это не наше петь. Я сейчас буду кричать. Опа, нет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Главное голос не посадить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЛАДИСМЕНТЫ Всем понравилось. АПЛОДИСМЕНТЫ Отойдем. Дарисе. Я хочу сейчас поделиться впечатлением. Зара не спела мою любимую песню. Я ее люблю на самом деле за одну песню. Я больше ее песню не знаю. Я знаю где ты. Я вот вам ее пела. Где-то За пределами небес Быть тобою Или без Все решат За нас Слушай Голос сердца В тишине Думать только Обо мне сейчас Она ее не спела. Поэтому мы идем в караоке Петь. Но сначала мы пойдем в рис пожрать. Потому что мы голодные. Мой любимый меня отпустил. Я решила что раз такой день вообще выдался. Редкий очень. Что я за... Вообще пока я была беременна я никуда не ходила. Уй да хватит жаловаться. Потом год и семь ребенку уже. Я никуда не ходила. Два с лишним. Два с лишним года я никуда не ходила. Я решила этот день посвятить отдыху. Потому что впервые я за все время не думаю о ютубе. Ну нет ну как не думаю я же с вами. Ну вы же со мной. Ну как бы я снимаю. Замела зима. Хватит болтать. Короче все супер. И вы со мной. Я вас люблю. Не я вам не сказала главное что... На улице лютый мороз. Я раздета. Крис вообще идет. Она говорит я тепло оделась. Стай стой. Но она чуть потеплее меня. У меня совсем легкая куртка. Хотя у меня длинный рукав. Я замерзла. Привет 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 привет. Крошечки. Мы пришли наконец-то кем нас ждал граждан Рис. Говорить много не буду. Потому что здесь музыка играет. Которую могут в ютубе заблокировать. Сейчас мы покушаем. Выпьем. И идем в мой любимый какой-нибудь караоке. Нет не любимый. А какой-нибудь новый. И я спою все песни которые Зара сегодня не спела. Крошки я еще даже вам не сняла. Я вот такую сумочку взяла с собой. Помните я ее покупала. Я ее обожаю. Она вообще фэшн круто. Мое. Кристина не терпится. Она тоже параллельно снимает. Да не терпится. Она достала уже Селена. Она реально достала. Говорю. А что вы тут говорите. Ладно я выключаю камеру. И все. Говорюсь. Успели. Смотрите. Рис из сервиса вауэн. Влажные салфетки. Влажные салфетки. Это называется Ашипуля. Классно. Мы можем вытереть ручки. Пахнет. Вау. Как пахнет. Вау. Крис. Что ты мне показывала только что? Кристина заказала чуку. Кристина. Соус надо мешать с чукой вместе. Я люблю так. Соусный человек. Я заказала себе. Смотрите какой салат кайфовый. Эй. Руки убрала. То есть вилку. Я только что Кристина чуть не съела ее чуку. Показываю только в сиренном влоге. Давай. Эксклюзив. О май гад. О май гад. Я все поняла. Но он работает. Что с ним? Разбить полностью. Что ты делала вчера? Уфа. На улице мороз. Но алкоголь уже нормально греет. Вроде не так холодно. Короче, мы нашли ближайшие караоке. Так как у нас нет много времени. А нам нужно успеть все попеть. А сегодня суббота и все забито. Короче, сейчас мы идем в ближайшие караоке, в котором мы еще ни разу не были. Кристина, ты была там в райзе? И я не была. Ты была или не была? Ты была или не была? Пис вашему дому. Ты была или не была? Ты была или не была? Ты была или не была, блин? Короче, куда мы идем? Если это то, о чем я думаю, то ты там тоже была в подвальном помещении. Просто название извинилось. А раньше был там соловей, который перенесен на Красноармейскую, в котором вообще находиться невозможно. Но кому нужны эти подробности? Вот поэтому я и говорю. короче мы там не были идем посмотрим что мы смогли спеть стоп детка я реально давно не отдыхала так это какой-то джем мы все ищем наш караоке в потемках извините вы не подскажете рейс караоке тут где-то или как-то называется так примерно вот здесь на пушкинская вот здесь должен быть это караоке не знаете что же такое как всегда мы с крысиной куда-нибудь в дебри за обредем девочки не подскажите где караоке рейсы или что-то такое пушкинская 50 написано было у них адрес я знаю что есть подвале до так мы идете до буденов а сейчас это где ворошиловский живут такси такси мы сели в такси и на самом деле мы история хочу рассказать мы на сайте написано пушкинская 50 силе короче мы приехали на пушкинскую 50 как заявлено в интернете потом звоним говорим сориентируйте они говорят мы на буденовском 54 мы взяли такси потому что не могла приехать в итоге мы сейчас едем на пушкинской на буденовский 54 еще хотел сказать вот я забыла очень лечу а влог будет называться поисках караоке я бы его назвала в темноте он в темноте есть такой ресторан кристиан не воруй день мы не можем найти наш караоке я зашла в продуктовый здравствуйте молодые люди подскажите пожалуйста вы не знаете где караоке рейс находится только по караоке мы ходим через дорогу в галерее астон нет рейс буденовский 54 буденовский 54 караоке рейс вот это буденовский получается буденовский 52 нет это реально блок в поисках караоке реально ну вот мы находимся то ли буденовский 54 большой какой-то то ли что это вообще я не вижу никакого подвального помещения я не вижу никаких больших цифр мы вообще найдем его или нет кристина там он вдали телепальца она опустила руки я верю вот знаете когда-то давно мама мне сказала такую поговорку вот девочки кто мне молодые слушает запомните это и никогда не бойтесь язык до киева доведет хоть это тоже язык до киева доведет я всегда поэтому когда мне вот реально я говорю я узнаю где бы вы не были девочки где бы вы не были спросите узнайте вам расскажут покажут помогут не один так другой человек и реально до киева дойдете пеша но мы дойдем мы дойдем точно я реально иду и спрашиваю вот у всех где где говорят выше идем выше я уже человек не знаю 10 наверно спросила где-то карауки пока что не вижу чики герлс вижу это для мальчик а где карауки рейс не подскажете мне сказали идите вверх я иду вверх мне говорят идите вниз вот туда спасибо я надеюсь я надеюсь что это уже окончательно и самое интересное что каждый человек очень уверенно говорит как будто знает как будто там был я его нашла я вижу рейс виднеется вообще мне кажется мы заслужили мы заслужили это мы должны спеть все что мы хотим все понимаем раздевайся Кошки мои, вот я и поднимаюсь домой. Вечер был прикольный, веселый. Сейчас быстренько разденусь. И лягу спать к малышку моему. Мама дома у нас остается. Было весело. Главное, расскажу. Какие приключения, какая девушка с нами сидела. Я была настроена, конечно, вообще агрессивненько. Ну, как ко мне, так и я. Просто есть люди, от которых не знаешь, что ожидать. И я была настроена на худшее. Ну, все. В общем, завтра расскажу. С такой ночи. Привет, мои крошки. День следующий. Я взяла с собой камеру, главное, с утра. И только сейчас я решила ее включить. Сейчас мы с Денькой в Меге. Но я проснулась сегодня вообще. Мама на срана встает. И в 6 утра мы тоже что-то вроде как будто встали. Но я не хотела ложиться. Поэтому я быстро накормила под сна и уложила его спать. Потом приехал брат к 10 часам. Мы поехали, перевезли крупные вещи с моей старой квартиры на новую. Потом мы поспали. Потом мы проснулись, поели и приехали в Мегу. Мне нужно снимать для вас видео. Девчонки уже начала отвечать на сообщения. Вообще, просто очень много сообщений. Я переживала, честно говоря, со своей гулянкой. Вот. Что еще хотела сказать? А, вот сейчас штатив везде ищу. Не штатив, а держатель для телефона, который гребется на штатив. И это, походу, какая-то редкость. Не могу найти. Вот медиамаркет. Тут, по-моему, надо заезжать неудобно. Не пойду туда. Пойду дальше. Вот. Что хотела сказать еще? Мне вот не нравится фоновая музыка, которая играет в некоторых местах. Поэтому найду потише место и вернусь. Расскажу, как мы вчера погуляли. Ну, я и снимаю в лоб, конечно. Сейчас, дверку закрою. Я помню, что я последний раз вам сказала, что, девочки, сейчас домой приду, да, и расскажу вам, как мы время провели. И, по-моему, я его так и не снимала. Потому что тут с этими вещами, с магазином, с ютубом, все, короче, в раз. И я, ну, как бы и забываю, все. Короче, прошел день через день, я не знаю. Провели мы время тогда хорошо. Был один момент просто, я даже от себя не ожидала. Я вообще такой человек, ну, не агрессивный и не лезу на рожон. Но когда мы пришли в караоке, там была одна женщина. Ну, нашего возраста, наверное, да. Но она вела себя как женщина, уже такая взрослая какая-то и сумасшедшая немножко. Она сидела полностью пьяная. Полностью пьяная. Одна с бокалом вина, с оськами какими-то. Вроде такая приличная и симпатичная, может, даже где-то. Но она была пьяная, а потому не симпатичная априори. Любая красавица пьяная становится ужасной. Знаете это? Есть такая поговорка, знаете, пьяная девушка хуже пьяной бабушки. Что-то такое. Я помню с детства эту поговорку. Короче, она попыталась нас с Крис спровоцировать на драку. Но я сама от себя не ожидала, что я так сильно была настроена хорошо провести время, чтобы никто мне его не испортил. И у меня внутри просто на самом деле было столько готовности дать отпор. Обычно я как-то так сглаживаю углы и не люблю конфликты. Я подойду к охраннику, что-нибудь скажу, чтобы не мешали. Не буду обращать внимания. И поначалу я вроде бы не обращала внимания, но она на рожон, понимаете. Она смотрит мне в глаза, показывает мне факт, например. Или там что-нибудь скажет, такая, типа, я тебе сейчас дам в рыло. Такая мне. И я как бы, я просто, не знаю, в какой-то момент я почувствовала, что человеку не хватает эмоций. Она просто пытается всеми фибрами, мибрами своими спровоцировать. Ей нужно движение. И, в принципе, на тот момент во мне столько было энергии и всего, что если бы она как бы выпросила, но вопрос в том, что ей нужно было бы начать первой. Я просто была готова дать ответ. Кристинка даже, наверное, мне кажется, от меня не ожидала. Она такая, успокойся, успокойся, Силь. Силь, успокойся. Не надо, не надо это. Я говорю, а что? Ну, если хочет эмоций, пусть попробует. Пусть выпросит как следует. И она прям подсаживается к нашему столику. А у нас, между нами был столик один. И там лежала, ну, где выбирать песни. И у меня, я люблю по исполнителям всегда искать. Вот между нами этот стол лежал, лежал вот этот вот буклет, да, с исполнителями, а у меня был по песням. И я беру этот буклет с исполнителями, она как-то так подумала, что это, типа, может, ее личный. И она такая, что-то не надо брать там, или что-то такое. Я говорю, я песню себе выберу, можно? Ну, точно так же в ее манере отвечаю. Смешная женщина, конечно. Она подсаживается, такая. А я тебе в рыло дам, можно? Я говорю, попробуй. Она видит, что я ее не боюсь, как бы. И, то есть, она начинает провоцировать меня словами. Я сразу вспомнила Дом-2, реально. То есть, она конкретно хотела, чтобы я начала что-то, да. Но я ждала, пока начнет она, и в этот момент была готова. То есть, ну, у нее была координация нарушена, то есть, пока бы она руку подняла там, или что-нибудь встала, я бы уже 300 раз ее сложила там. Несмотря на мой маленький вес, но человек способен на невероятное проявление силы, когда у него внутри настрой определенный есть. Сейчас мне звонят. Алло. Ага, здравствуйте. Звонят даже поставщики, спрашивают, как вам наше качество. Хорошее качество пришло, вот, одежда. Так, ну и что? И, в общем, она сидела, и сидела, и я думала, что сейчас она уже вскочит, а она не вскакивает и продолжает меня просто провоцировать. Ну, как бы я ей сказала, говорю, хочешь, давай попробуй, и увидишь, что будет. То есть, что-то она там такое сказала, я говорю, увидишь. Начинай, увидишь, что будет. Короче, она не стала начинать, видимо, она почувствовала мой серьезный настрой, что лучше меня не трогать в этот момент. И я пришла отдохнуть, и я отдохнула, чтобы мне это не стало. Вот. И в итоге что-то она сидела реально, тупила уже, клевала носом, и мимо проходила официантка. Я подошла и говорю, пожалуйста, позовите охрану или сделайте что-нибудь. Почему-то человек лезет к нам на стол вообще и мешает нам выбирать песни и отдыхать. Ну, в итоге охрана ее вывела. Вот. И даже пока она медленно шла, мимо нашего столика, я садилась так, и как бы поведение мое было такое, что я готова, в принципе, ну, готова к обороне, да. Потому что человек непредсказуемый мог бы из-под тяжка, да, мимо проходя, схватить меня за волосы или еще что-то. Я просто в своей молодости очень много всего такого наблюдала, как люди могут себя вести, как они ведут себя под тем или иным делом. Так, малышня моя, по-моему, просыпала. Ну вот, а мальчики мои проснулись. Привет, скажи все. Мама рассказывает, как она погуляла, как от из бабули сидела. В общем, были в караоке. В караоке ужасный просто, девочки. Был звук, если честно. Себя было не слышно. И вот сейчас мне Кристина, кстати, скинула видео, я послушала. Реально, меня вообще не слышно. Музыка перебивает все. Я в это караоке больше не пойду. А, да, я в это караоке больше не пойду. Мне-то мне понравилось. Я спела три песни и просто надорвала себе глотку. Хотя мне говорили, ближе микрофон. Я реально целовала этот микрофон. Ну, извините, это же и микробы, и все на свете. Куда еще близко вообще в рот его засунуть? Потом, ну, на второй песне вроде там исправилась момент, да, чуть-чуть я себя громче стала слышать, но в целом я все время надрывала голос. У меня у самой есть колонка дома, хороший микрофон. И как бы я знаю, что такое звук качественный. Когда тебе легко поется, и твой голос как по маслу идет. А не когда ты себя не слышишь. и незаметно так надрываешь голос. А потом, когда себя слышишь, думаешь, блин, да ты просто истеришь и орешь. Поэтому я ничего не выставлю из этих песен. Ни в Инстаграм, ни сюда. Потому что это ужасно. Зайка. Красивый мой зайчик. На новой квартире. Как тебе, Дэнь? Тут больше места. Ты тут бегаешь, прыгаешь, да? Сейчас мы поедем на почту девочкам отправлять посылочки. Не заждаешься. Уже три девочки у нас. Три девочки заказали посылочку. Мы сегодня отошлем все. Многие спрашивают, когда рум-тур. Рум-тур, девочки, скоро. Сейчас вот я все обустроюсь. Просто сегодня нам должны были большой телевизор повесить и сделать шкаф-купе в прихожей. Но доставку перенесли на завтра. Поэтому завтра будет... Ну, такие моменты. Ну, как бы я рум-тур хочу показать, когда здесь будет все уже. Так у меня все в коробках стоит. Пока это же не вариант. Вообще, мне на новой квартире нравится. Мне здесь все нравится. Вообще, прям здесь кайфую. Мы спим очень крепко. Спаленка у нас. Я все покажу вам. Очень многие переживают за окна. У нас панорамные окна большие, в пол. Многие переживают сразу. Я тоже вам покажу. Здесь все безопасно, все хорошо. Все в рум-туре покажу и расскажу. Потерпите, скоро будет. Я сама его жду, не дождусь. Хочу для вас снять. Видео уже надо начинать здесь новые снимать. Короче, ладно. Малышня проснулась. Мы будем собираться девочкам на почту и отправлять их платьица, футболки и косметику. Да, Дэнь? Ты не заблокируй мне, пожалуйста, телефончик, а? Сейчас мы с Дэнечкой вышли из почты. Я получила два таких огромных мешка просто одежды. Один поставщик, один с гипюра, в общем, пакет, который вы знаете. Там платья будут у нас вечерние к выпускному. Так что, кто готовится к выпускному, девочки, заходите ко мне в магазин. Ссылку я оставлю под видео в инстаграме. Будут новые платья. И вторая, это вот новый поставщик, которого я изучаю. Я заказала там и костюмы какие-то такие, да, спортивные, повседневные. И заказала с шортиками, с маечками уже, то, что мне очень понравилось. В общем, много всего интересного. Я заказала все размером маленького. Я уже говорила, что когда я с новым поставщиком начинаю сотрудничать, я заказываю сначала свой размер. Я смотрю качество, если мне нравится, то следующий заказ я уже делаю с большими размерами. Так что, ну не с большими, а чуть-чуть побольше, да, там М-ки, Л-ки, XL-ки. Так что все у меня будет. Вот. Ну, также, если что-то понравится, там я могу и сразу под заказ это все оформлять дело. Так что заходите ко мне в магазин. Девчонки кучу заказов уже сделали. Я сегодня три посылки отправила. Я каждый день сколько-то до посылок отправляю. Вот, очень приятно. Нравится мне это все. Прям люблю, когда заявочки приходят и люди интересуются, там, сколько будет доставочка стоит, сколько будет вот это, как вот это там. У меня сейчас, тем более до конца апреля, скидки на весь товар 10%. Кто покупает свыше тысячи рублей, я маленький презентик даю. Вот. Ну и, в общем-то, автограф, естественно, везде. Я там пишу, вот, Селена, Свэй. Все, мы едем домой. На самом деле жизнь прям изменилась, мне кажется, какая-то... Денька вот ест, ест и что-то шумит. С новой квартирой жизнь немножко изменилась. Я немного такая приподнятая вся хожу, как будто у меня вот какой-то виток появился новый, что-то изменилось, прям мне хорошо. Я просыпаюсь хорошо, мне хочется домой ехать, мне и выйти хочется, потому что мне нравится, мне нравится, когда я выхожу, что я вижу вокруг, да. Мне нравится думать, что я еду домой и куда я возвращаюсь, я не буду там калитку эту свою тягать. Короче, я рада. Деня, ты рад? Да. Все, мы едем домой. Да, я очень люблю одежду, и я в огромном предвкушении разбирать эти два огромных мешка. Ручки чешутся. Все, мы дома. Денька сразу к телеку, блин, мультики. Я устала. Сейчас что буду делать? Даже сейчас посылки поставила, для меня важно, что они сейчас здесь стоят и ждут меня. Я сейчас буду разбирать чуть-чуть вещи, сейчас надо покушать, то мы голодные. Сейчас мы покушаем, потом я чуть-чуть поразбираю вещи. Вот. Я ей говорила, что нам должны были сегодня телевизор поставить и шкаф купе сделать. Но перенесли на завтра. Поэтому завтра малого момента. Сама буду здесь. Потом дела надо поделать. Так. Ну, где надо сделать? Представляете, мама сейчас мне там, ну, фотки, деньки накидает, а потом говорит, представляешь, захожу в магазин, меня, говорит, узнала одна из твоих подписчиц. Она, к сожалению, не запомнила, как ее зовут, но просила передать мне привет. Говорит это, а мама спрашивает, а как вы, а, говорит, вы не маму Селены своей? И маме своей представляет. Говорит, мама, помнишь, я тебе рассказывала про девочку, вот блогер, вот это ее мама. А мама говорит, а как ты меня узнала? Она говорит, ну, видео же показывала Селена вас. Так что передаю привет девочке этой, которая встретила мою маму в магазине. Крошки мои, привет. Сделала только что масочку, приняла в ванну. Так редко удается мне с собой заняться, но благодаря моей мамочке, которая вот лежит, отдыхает на девочке, смотрит дома, мне все удается успевать, более-менее. Вот. И я думаю, что надо заканчивать, наверное, влог, потом начинать другой. Это будет влог, связанный с концертом, какие-то там наши приколюхи с Кристинкой. А другой влог начну уже новый. Не знаю, будет маленький он или большой. А у меня все время, я думаю, маленькие влоги, на самом деле, большие. Еще я записалась, наконец-таки, на ногти. Надеюсь, мне их завтра сделают красивыми. Все, я вас люблю, целую. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok